Пойдем! Многие друзья мои придумали мне такие, скажем, клички, и многие называют Хеля, но я не люблю, когда меня называют мышцы на волоскательном, так скажем, именем Патьков и Хелем. Хорошо, договоритесь. Будем вести себя официально. Во-первых, я тебя немножко удивлю, потому что я не совсем журналист, я школьный учитель. Поэтому будет пару вопросов про школу, так или иначе. Хорошо. Скажи, какие у тебя самые нелюбимые предметы в школе? Нелюбимые. Нелюбимые. Про любимые ты наверняка все уже давно рассказала в биографиях и прочих интервью. На самом деле, прям нелюбимых предметов у меня нет. Все равно, в какой-то степени, я люблю все предметы. Хорошо. Поговорим про твою сегодняшнюю репетицию. Давайте. Насколько ты довольна тем, как у тебя все удалось, и насколько ты довольна тем, что было сегодня на камерах? Все здорово. Мои педагоги по вокалу и режиссеры сказали то, что, возможно, им где-то там что-то не понравилось. Я их не понимаю вообще на самом деле. Потому что, мне кажется, с нами работает очень профессиональная команда. И, в принципе, мы из Беларуси приехали с очень профессиональной командой. Так что, мне все нравится из-за петиции. Ну, а сам номер визуально? Ты смотрела на камеру? Конечно. Мне очень нравится. Очень. Какие для тебя, может быть, есть сложности технически? Может быть, что-то сложно сделать? Не было? Не было. Хорошо, тогда сейчас будет совсем, возможно, неожиданный такой сложный вопрос. Ты отрабатываешь такую достаточно интересную харизму, и ты зрителя гипнотизируешь. Когда это получилось? Потому что вот смотришь и думаешь, здорово. Ну, вот как? Как это получается? На самом деле, я не знаю. Мне кажется, с этим нужно родиться и найти правильную команду и правильных людей, которые помогут это развить или укрепить у кого-то. То есть, на самом деле, не все люди такие. То есть, это в основном показывает то, что хранится внутри тебя. То есть, не более того. Никто ничего не придумает, никто не одевает маску, поэтому может. Кажется, что я гипнотизирую. На самом деле, это не. Ну, если кажется, значит, уже хорошо, если не пытаешься. Смотри, в следующем году детское бровидение поднимает Минск. Да. Не чувствуешь ли ты на себе вот какой-то вот такой отдельной ответственности, что нужно показать результат, который бы оправдывал то, что детское бровидение снова вернется в Беларуси? Я чувствую ответственность только перед тем, что мне нужно всем, всем ребятам и гостям рассказать о нашей Беларуси, чтобы они приехали и вам здесь на следующий год. И вы тоже приезжайте. Куда-нибудь, куда-нибудь идите, меня сейчас в Бразилии. Операторы в Бразилии, серьезно. По-любому тогда приезжайте. И, Елена, языковой вопрос. Я знаю, что твой отец из Сирии. Да. А каковы твои навыки в его родном языке? Или ты понял арабский? Да. На самом деле, если я буду в Сирии где-то три дня или даже меньше, то я могу спокойно разговаривать на арабском языке. Я не знаю, как это со мной происходит. Но так как я с папиной семьей, с его сестрами и братьями общаюсь в основном на английском, то я немного подзабыла этот язык. И максимум это то, что я могу сказать. Привет, как дела? У меня все хорошо. Ну вот проведем эксперимент. Сможешь ли ты наших зрителей поприветствовать на арабском языке и попросить, чтобы они проголосовали за тебя? Мы всех просим очень специфические послания делать. Проголосовать? Да. Очень сложно. А на белорусском? А на белорусском вообще? Вот. Отлично. Тогда от тебя остается приветствие нашим зрителям на белорусском языке. На белорусском. На белорусском. Давайте. Поважанные сябры. Меня зовут Хелена Мирай. Я из города Минска. Подтримайте меня. Мне это очень важно. Потому что 26-го листопада мне потребна ваша отрывка. Я вас очень сильно люблю. Пока. Спасибо огромное, Хелена. И удачи вас. Спасибо. Спасибо.